Привет, зритель! Лёля впервые разделала целую курицу. Я уже кусочек, где-то одна треть, наверное, убрала в морозилку. Я сначала хотела поставить камеру и включить это всё, и писать. Но потом я вспомнила, что курицу я впервые в жизни целиком в руках буду держать сама. И как это будет выглядеть, я не знаю. Но, в общем, выглядело это несколько странненько. И несколько странных у меня ощущений были, когда я эту курицу держала, как это мыло. Поэтому я рада, что я не рискнула поставить камеру на штатив, чтобы это всё с самого начала писать. Но просто был тот камень по поводу медленноварки, как она в действии, пользуюсь ли я и лей. И я решила, что можно записать небольшой ролик. У меня есть, конечно, ролик с кефиром в медленноварке, но я не помню, записывала ли я что-то ещё. Из того, что делала в ней, именно на камеру, там, в инсту я скидывала, в купе тоже. Но вот именно, чтобы на ютуб, вот этого я не очень помню, было ли что-то. Я решила записать не полноценно, но так вот частями процесс готовки. Я хочу запекать курицу, так как запечённое мясо медленноварки офигенно вкусное. Делается несколько быстрее, чем я даже думала. Но хотя вот целая курица, тут, конечно, не целая, тут две ножки, два крылышка, кусочек вот этой, это, наверное, грудки. И так половинка самой курицы. И оно так тут частями лежит. Я её утрамбовала, не то, чтобы я её утрамбовала, но так аккуратненько положила. Сейчас спицами ещё зафигачу. И буду запекать. Что это у меня вообще? А, это у меня лесные орешки. Кстати, лесные орешки покупала в светофоре. Очень хорошие орешки лесные. И миндаль я там тоже покупала. И хоть я читала очень много отзывов на миндаль плохих, что там миндаль и ещё какая-то фигня. Но на самом деле, вот мне именно миндаль попался даже родственники. Как-то видели этот миндаль и сказали, о, миндаль. Ну, в общем, сейчас я... Одной тюракой вряд ли получится. Зафигачу немножко. Это тоже в светофоре покупала внезапно. Вот, приправа для курицы, для гриля, шашлыка. Я этой приправой даже свининку посыпала вкусненько. Но вообще мне как-то понравилось. Первая, наверное, мельничка у меня приправка такая. У меня был мельничка с перцами, но я её всё время отдала родственникам. Потому что как бы настояла, если не просила, я ей не пользовалась. Покупала её, чтобы добавлять в чай. Скажу честно, мне немножко вынесли маск. А так как я хотела заняться монтажом весов, вот этих вот. Отличные весы, кстати. А ещё надо было редакт поделать. У нас снег выпал за ночь. То мне пришлось как-то реанимировать мозги. А мозги хорошо реанимируются ещё и готовкой. Правда, я с тех колыханулась. Не поднять надо. Взять тёпленькое. Короче, у меня тут этот, на овощном бульоне, суп гороховый. И, возможно, у меня там была какая-то замороженная супа-пюре. Точнее, не супа-пюре, а замороженная часть... Упала прихваточка. Какого-то бульона овощного. А может быть, даже немножко типа пюрированного. В общем, когда вы в контейнерах что-то замораживаете моросилки, надо эти контейнеры всё же подписывать. Потому что я не могла вспомнить, что это. По виду вроде бульон. Ну, в общем, я подозреваю, что у меня тут овощной бульон, мука гороховая. И ещё это самое. Три столовые ложки, кстати, с горкой. Немножко, видимо, этой капусты цветной. Точно у меня там была тогда замороженная цветная капуста. Я про неё забыла. Вот там цветная капуста. И вот у меня тут курочка. Я пока отрублюсь, потому что у меня всё-таки не получится одной рукой это крутить. Потом уже включу, как оно будет засыпанное. Меня так, с одной стороны, обильно посыпало этой приправкой. Потому что что-то я как-то уже делала с этой приправкой. Какое-то мясо, может быть, даже курицу. Но не запекала ещё. Вот именно с той приправкой. Запекала я как-то курочку отдельно, без приправки этой. И, в общем, мне показалось мало этой приправки. Я сделала так, конечно, это, может быть, надо перевернуть, чтобы оно всё промешалось. Потому что там ещё ножка задняя одна под этим мясом лежит. Но я оставлю, как я их. Кстати, у меня тут соевые бобы отмокают. Я почитала, 8 часов им надо отмокать, прежде чем их измельчить и сварить. На молоко у меня они идут, соевые. Так. 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 Тоже одной рукой не очень удобно, но я потом ее, если что, пододвину, как удобно мне будет. Так, чтобы и тут не мешало, и можно было еще что-то поставить. В общем, у нас тут режимы есть. Включение, подогрев, лав, лау и хай. И вот мы ставим на хай, и через 4 часа оно будет готово. Ну, возможно, через 5 часов, потому что тут больше мяса. Я уже экспериментировала так с разным количеством мяса. И уходила как-то. Обычно получалось так, что мне нужно было куда-то уходить. Или это было ночью, а я боялась, что оно тут как-нибудь переделается. Я ставила и на подогрев, и на лав. И записывала, как что у меня идет. И в итоге как-то сидела, поотстапила. И у меня было время, соответственно, свободное. В смысле, что я была дома и могла это пресечь вовремя. Или проверить, как это мясо. И у меня, по-моему, что-то максимум за 4 часа это все сготовилось. Но, вообще-то, надо смотреть. У меня где-то в кукпеде, наверное, уже даже выложено. В общем, сейчас глянем, сколько у нас времени. У нас 14.26. Ну, будем считать, что 14.25. У меня часы на день вперед идут, потому что у них не запланировано 29 дней в феврале. Кстати, вот это тут миндаль. Я его сейчас в этой коробочке держу. Все, что осталось. Вполне все нормальный сушеный миндаль. Ну, он, конечно, больше сколов в нем попадается, чем, допустим, в каком-то другом миндале. Но у меня был миндаль, купленный на развес в магазине типа Мирафруктов. И там тоже попадались эти сколы. Хотя он стоил, в общем, в два с лишним раза дороже. Так что, в следующий раз я включу, камеру, когда уже там курица дойдет до кондиции. Буквально минуту назад оно у меня очень запрыгало, было 17-11. И я убавила на... У меня тут сколько уже бульончика. Кот у меня тут пытался уныкать. Но крышку не открыл, конечно. Но лежал тут, я зашла на кухню где-то час назад. А он нас осторожит. Вот сейчас пришел обратно кот. Кот рано еще. Тебе тоже перепадет, не переживай. На следующий снег. Я вообще шел как бы там... Дольный снег какой-то такой, ветер. Мерзкая такая погодка. Ну вот, когда готовится... Я уже засниму так. В общем, чуть попозже я еще раз засниму, когда уже, может, часа через два. Вот у нас. Я думаю, что уже пять часов прошло. Три часа практически на хай и на лав-два. Вот у нас тут вид курочки. И запах, и бульончик подошел практически вровень с мясом. Я думаю, что... Котушку на какую-нибудь положить. Она вполне себе уже... Где бы вилку так взять? Заготовилась. Кот не дождался и ушел спать. Мясико мякренькое. Вон даже просто с вилки отломилось. Все протыкается. Кот пришел. Как же без кота. Только подумал, он уже тут. Все очень хорошо. Вот, так что вы в такой вот медленоварке вполне можете за пять часов сваять курочку полноценную. У меня медленоварка, напомню, на 2 литра. Кто не видел обзор отдельный на нее. Ну и... У меня тут может где-то чуть больше килограмма. Эти курицы я хотела взвесить, но что-то как-то в итоге забыла. Изначально у меня полноценная курица была на килограмм 800 с чем-то. Мягкое, нежное мясо. И там, кстати, можно оставить уже ее просто на подогреве. Покрыть крышкой. И надо же еще, может, пару часов так постоять. И еще доходить, доходить, доходить. Мягкое мясо. У меня кусочек с вилочки упал. И коту сейчас его надо, наверное, где-то ткнуть его носом, скотившим. Вот здесь мясо. Очень вкусное и нежное мясо. Вышло. Так что, если у вас есть медленная варка, можете приготовить мясо. Если нет, то можете купить медленную варку и приготовить мясо. Я покупала за 1600 без рубля. В ДНС. Причем без скидок. Чисто вот такая цена была. Марка Китворд. Русская. Так что, всем, кто осилился и ролик, спасибо. Всем приятного аппетита, если не хочу. И пока.